Сейчас я нахожусь в Бруклине, в Нью-Йорке, в нашем нью-йоркском представительстве. Это второе представительство, в котором я сегодня побывал. Со мной сегодня Донара и Марина. Марина у нас полтора года закончила курс. Паралегал. Паралегал, да. То есть, это наше представительство, те функции, которые я не могу сделать в Москве, связанные с подачей на кейс и так далее, и это делается все здесь. Мы сегодня поговорим о представительстве. То есть, первое, это то, что мы делаем, это вы делаете перевод. Марина, конкретно ты занимаешься переводом. Расскажи, какие особенности перевода, что должно быть в этом переводе, и как качество перевода влияет на дальнейшее интервью, с которым человек сталкивается. Ну, во-первых, каждый перевод должен быть подкреплен с заверенной сертификат переводчика. Сертификат переводчика. Это стандартно. Справки и своего рода все это. Желательно, желательно... Желательно вложить туда, наверное, в перевод эмоций, чувства, переживания. Я сначала говорю про справки. В справках самое главное, чтобы присутствовало каждое слово, и каждая печать, и каждое слово из печати. Есть нюанс, можно я это... Нюанс такой, что у нас в странах СНГ врачи пишут очень непонятно и неразборчиво. Если есть такой вариант и возможность, чтобы справки изначально уже писались, более понятным почерком просить, если люди уже достают какие-то справки... То есть, когда в больницу, допустим, поднимают свои, чтобы просили понятные справки. Я понял. Но вот мне важно качество перевода, даже не то, что слово в слово. Я знаю, что есть такие переводы, когда можешь на английском языке выразить то, что человек чувствует, передать. Вот это же важно. Вот здесь очень важно, особенно переводы по истории, чтобы передать интонацию человека, не именно чувства. Потому что часто переводя слово в слово, теряется полностью и смысл, и то, что хочет человек эмоции свои переложить. Так что я часто меняю именно слова, я беру по отдельности параграфы и именно передаю эмоции. Даже если что-то или с юмором, или с жалостью, или со скорбью написано, то есть я передаю это, чтобы по-английски это звучало так же, чтобы человек, читающий на английском, видел то, что я прочитала на русском. Ну, то же самое, как в Шекспире, да? Я не знаю, кто переводит. Да, 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 да. Ну, в Шекспире я не взяла с переводителя. Да, то есть вы делаете формы, да? То есть те формы, которые необходимы. Ну, да, мы помогаем в заполнении форм всех необходимых. Это самая важная форма, да, это Ай-589. То есть как бы да. Да, то есть формы, следующие подачи. Это важный вопрос подачи. То есть так как мы находимся в Москве и постоянно в разъездах, да, то есть курировать подачу нам сложно. Вот, из-за этого мы вот эту функцию переложили на наше представительство. Расскажите вам о том, как будет подаваться кейс, как будет осуществляться курирование и третье, привязка к адресу. То есть возникает с удовольствием проблема, нет адреса. То есть как вы будете подавать адресы? Мы собираем, мы собираем весь пакет. У всех необходимых документов, sorry, у нас Марина больше говорит на английском уже, нежели на русском. Что касается подачи документов, кейса, собирается полностью кейс. Если же кейс приходит уже полностью готовый, то, естественно, мы курируем подачу. Человек, если он уже находится в стране, в США, то он может присутствовать на подаче документов. То есть мы посылать будем на почте. Еще курирующее письмо, я готова? Да. Очень важно курирующее письмо. Очень важно делать для офицера, читающего все дело, чтобы ему было легко, чтобы он сразу понимал, для чего каждый документ, что он хочет передать. И вот это курирующее письмо очень для этого важно. Понятно. Адрес. Вот тут нет адреса. Рассказывай про ячейку. Если нет адреса, то здесь на почте можно арендовать ячейку. То есть это такая же ячейка, если бы она была у вас дома. Просто ключ только у вас. То есть вы приходите и вы всегда знаете, что вы точно получите свою почту. В самом офисе прям самой почты приходится отвечать. Я понял. То есть вы эту ситуацию берете под свою ответственность, да? Да. Вопрос связанный с разрешением на работу, с сошел-сепьюридной номером, со страховкой. После подачи уже самого кейса, с всего дела человека. Да. Через в среднем, в течение месяца полтора, приходит два даже, да? Приходит письмо, подтверждающее, что ваш кейс уже взят на рассмотрение. То есть после этого мы начнем... Там вот в этом письме указывается дата, когда уже кейс взяли на рассмотрение. После этого отчитываем от этой даты 150 дней. Да. После 150 дней мы подаем уже, можем подавать набор к авторизации. Мы напоминаем вам. Мы людям, да, будем напоминать, если это необходимо. Просто такая ситуация, у людей, допустим, плохой язык, они боятся. О, а кто будет с это делать, это, это, то есть эту ситуацию мы возьмем, да? Да. По его секурею, я хочу. Да. Дальше по страховке. Что касается страховки, I'm sorry, человек также после получения вот этого подтверждения, письма, где уже кейс на рассмотрении, он берет это письмо просто и уже может оформлять себе страховку бесплатную, включающую, которая... Медицинскую страховку. Да, медицинскую страховку, включающую всех врачей необходимых. Это где-то здесь был, да? Да, вот здесь был, да. Мы даже пошли, у нас есть человек, у нас ходишь к тем же докторам, что и все остальные граждане Америки. То есть есть выбор докторов, есть... Которые даже платят за страховку, то есть это к тем же докторам. Я понял. Ну вот последнее, что у нас остается, это подготовка к интервью. Обычно это делаю я сам, это приемлемо удаленно, вот здесь, непосредственно, да, либо... Может быть, даже. Вы будете этим делать заниматься. Ну, в принципе, по первой части я закончил. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт vcdfizvisa.com и в нашу группу в Facebook. Всем всего доброго, пока.